Вот, собственно, оно. Вот оно и в опасности, понимаете? Здравствуйте, друзья! С вами Декарт, и добро пожаловать в сегодняшнюю подборку модификаций на Friday Night Funkin', в которой Girlfriend будет пребывать в опасности. Я заготовил три модификации. Джуди МакАлистер, не Фариус, кажется, и ещё какой-то Варала Кассел или Валара Кассел. Вот это Джуди МакАлистер! Мы начнём с неё. Поставьте, пожалуйста, сразу же лайк, напишите какой-нибудь комментарий, подпишитесь на канал, прожмите колокольчик и, в общем-то, все уведомления включайте. Ссылки на моды внизу в описании оставлю. Пожалуйста, прошу вас, делайте всё, о чём я попросил прямо сейчас. Почему? Потому что видос будет объёмный. Три мода сразу в одном видео. Я считаю, это достойно лайка и подписки. В общем, играем на харде. Давайте начнём на харде, пожалуй, на сложном. Бип! Оу, блин, я наконец-то закончил этот мод. Хочешь спеть, приятель? Бип! Так, отлично, он хочет спеть. Он хочет... Так, пока что Girlfriend в восторге и ни в какой опасности она даже рядом не находится. Да это жесть какая-то. Ну, тут, по крайней мере, есть спам-система, слушайте, но вообще это сложновато. Четверные стрелочки постоят. Ну, это как бы, с одной стороны, если знать, что они четверные, то, ну, что может быть сложного в том, чтобы нажать одновременно всё, да, но... Музыка приятная достаточно. Расскажи-ка мне, Джуди Макаллистер, какова твоя история? Что ты вообще хочешь от нас? Так. Блин, как много всякого говна тут надо прям. Двойные и четверные, тройные стрелочки. Все... все разновидности стрелочек просто разом идут, понимаете? Так, ой. Ага. Хорошо. Йоффренд пока что в восторге, она пока ничем абсолютно не расстроена. Мы тоже... Мы тоже наслаждаемся. Все наслаждаемся. И в какой же опасности здесь будет Йоффренд? Скажи мне, Джуди Макаллистер. Что ж ты, Джуди, такого натворила? Что ты там понаделала, объясни? Тебе не стыдно вообще в опасности тут всех оставлять, нет? Ей не стыдно, да? Ну, ладно, хорошо, я понял. Так, мы продолжаем, в общем, нажимать все кнопочки сразу одновременно. О, нифига себе. Я прям четко... Я опять четко взял. Я опять четко взял, представляете? Так. Ага. Не, ну здесь вот прям быстро. Здесь вот прям быстро и очень оно жестко так все проставлено, поэтому тут я только спамить буду. Вы уж... И уж извиняйте, как говорится. Так. Ой. Ну, музыка прикольная, знаете? Она такая необычная достаточно. Я имею в виду вот, в частности, инструмент, которым она как бы поет. Она как будто поет какой-то флейтой, знаете, такой. Ну, это прикольно. Флейту в рот засунула и поет. Зачем ты это сделал? Скажи мне, пожалуйста. Вытащи флейту изо рта. Она, наверное, мешает тебе там это. Мешает же, неудобно. Так. Ого. Бип. О, нет, она возвращается. Бип. Нет, 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 нет. Настоящая охота возвращается тоже. Моп. Полежь, Джуди. Я могу все исправить. Я не могу это исправить. Пожалуйста, помогите. Бип. Подожди. О, есть правило. Знаешь что? Я покажу тебе мою финальную версию так или иначе. Бип, бип. Хм. Ну, я буду считать, что это да. И сейчас будет финальная версия. Ну, исти... Ну, и... Ну, конечно. Ну. А как же без этого? Скажите мне, пожалуйста. Как же без этого? Обязательно должно в третьем... На третьем треке начать хероборить хрена. Вот, собственно, и оно. Вот оно и в опасности, понимаете? А она теперь висит вниз головой. Что-то чего с тобой только не было, гелфренд. Тебя уже пытались взрывать в ресторане. Тебя уже распинали. И вот теперь ты еще и висишь вниз головой. Ах, так. Худнее палавание на Венере. Кситу надал ту самомежзехехи. Таааак надал жестым в тым модзие. Модзие. Это очень важно, модзие, да. Вот модзие висит у нас вниз головой. Бип. Палавание. Ну, наверное, что? Сейчас полы мыть будет твоими волосами, гелфренд. Видишь, она тебя вниз головой, как швабру. Так, коп, коп. Сейчас полавание будет. Поломытье будет полнейшее. О! О-ло! О-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Бип-би-боп. Че ты несешь? Что это за язык так? К зуту и ч... Вид зирс. Вид зиссрс. Вид. Ха-ха-ха. Вид зис. Да. Вид зисс. Эй, хи-хи они настак. Я очень надеюсь, что автор этого мода не увидит, как я. Ха-ха-ха. Как я читаю на ее языке. Ха-ха-ха. Я не хотел бы. Ха-ха-ха. Мне будет стыдно. Только настоящий охотник. Охотник. Плавание. Тилька. Тилька плавание. Бип. Так. Что значит тилька? Тилька, я знаю, летсплейщица такая есть. Но это не про нее, я надеюсь. Очень надеюсь, что она про нее ничего плохого там не говорит. Что ты вообще несешь? Что ты вообще несешь? Объясни мне. Я ничего не понимаю. Мне нужен срочно перевод с этого языка. Понимаете? И вы можете сказать. Я говорю, что ты несешь. Ты что, смеешься над языком? Нет, я не над языком смеюсь. Но я уверен, что она ничего хорошего не говорит. Понимаете? На своем языке. Вот посмотрите на это. Посмотрите на это лицо. Посмотрите на это. В общем. Да блин. Так. Хорошо. Ладно. Мы. Да блин. Офига себе. Я, короче, хочу сказать, что ничего хорошего мы от нее не услышим. Понимаете? Вот, 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 что я хочу сказать. Мне кажется, этот персонаж не очень хороший у меня такой. Немножечко, немножечко суперзлодей. Немножечко суперзлодей, который слегка еще взял Геофренд подвесить. Но Геофренд все равно радуется. Она все равно радуется. Вот Геофренд молодец. Она мне, конечно, нравится в этом плане. А никогда не теряет своего оптимизма. Посмотрите, как и хреново. Посмотрите. Через шои приходится проходить. Вы глянете на это. И обратите внимание на то, что, несмотря на это, все равно... А-а-а-а! Встрого улыбочка! Улыбка до ушей, блин! Так. Окей. Ну, допустим. Справляемся, справляемся. Я не знаю. Это спам-система. На нее молиться нужно. Тут очень хорошая спам-система. Если бы она не была хорошей, мы бы вообще, мы бы даже близко бы не справились. Ну, я! Со своими кривыми лапами. Уж поверьте мне, тут столько надо долбить. Вы посмотрите, 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 посмотрите. Вы гляньте на эту срань. Боже, господи Иисус. Кнопочки прям летят. Одна за другой, одна за другой. Просто жесть, просто. Вообще не... Ну, я не знаю. Вот совести никакой у тебя нет, злодейка. Никакой совести у тебя нет. Столько кнопочек насылать. Насылать. Гелфренд вниз головой подвешивает. Ооо, нифига! Я там всрал в конце. Плохая концовка. Вещь неполованье Джена загранка. Загранка. Ну, в заграницу поехала с Гелфренд. Не знаю. Говорит, короче, концовка плохая. Почему? Потому что она говорит. Оформляем сейчас Гелфренд загранку. Я ее везу в Индию. Да, вот подвешиваю вниз головой. Везу ее в Индию загранку. Там ее заражаю этим коронавирусом. Этим каким-нибудь ужасным. И все. И Гелфренд твой капец. Вот. В загранку. В заграничную поездку поедет с ней. Ну, в общем, почему-то концовка плохая. Наверное, чтобы она была хорошая. Нужно, я так понимаю, прожать там идеально вообще все стрелочки. Но я кривой. Я этого не умею. Поэтому мы переходим тут же к следующей модификации, которую я заранее открыл. И называется она Нефариус. Здесь у нас Гелфренд тоже, мягко говоря, не повезет. Мягко говоря, не фартанет ей вообще. Понимаете? Давайте, стори мод. Поехали. И, в общем-то, здесь, по-моему, одна песня, если я еще не путаю. Да. Герой, вилайн. Герой, вилайн. Герой либо злодей. То есть я играю за того, либо за другого. Здесь так или что? Ну, давайте пока герой. А потом посмотрим, что там за злодей. То есть, я не знаю, здесь речь идет о выборе стороны или выборе уровня сложности. Ну, короче, вот, видите, товарищ Нефариус, значит, взял нашу Гелфренд. И, в общем-то, выставил ее жопой к лицу Бойфренда. И, как бы, говорит. Вот взгляни на нее в последний раз, потому что больше ты ее не увидишь, да? Так. Ага, ясненько. Я понял. Такси у вас шикарное там сзади. Это ты для себя вызвал, что ли? У меня такое предчувствие, что... Товарищи, вы туда не пролезете. Ни ты, ни Гелфренд. Да. Ну, это вообще не вариант. Ага, окей. Ну, что-то хрипит там. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Что-то там похрипывает вовсю. Что-то рассказывает. Это здорово. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Вон еще, кстати, машинка. У Бойфренда машинка, кстати, подходящая. Он в нее хотя бы, по-моему, влезет. А вот этот Гелфренд, как собрался на этой таксишке ехать, я себе не представляю. Я себе не представляю. Я так думаю, что вот они подойдут к этому такси. Там усатый мужик, да, подозрительно похожий на Анатолия Папанова сидит. Такси на Дубровку заказывали. И, короче, они, в общем-то, скажут. Ну, мы, конечно, заказывали. Но, походу, вам придется из этой такси выйти, потому что... Потому что там надо куда-то сесть, да. И таксист уедет без такси. Учитывая, что мы играем, судя по всему, против злодея, он вполне может это сделать. Да. Так, хорошо. А-ха-ха, смешно. Обожаться просто, придурок. Отдай мой Гелфренд. Отдай мой Гелфренд, тебе говорят. Гелфренд моё отдай, падла. Ну, хорошо, давайте злодей посмотрим. Чё за злодей? Злодей это, наверное, всё-таки уровень сложности, да? Типа сейчас более на харде это всё будет, да? Три, два... Или я буду за него играть? Ну, сейчас проверим. Хайс комбо ноль, сик ноль, гуд ноль, бэд ноль, щит ноль, мисс ноль. Понятно. Там ещё какие-то очки сбоку подсчитываются. Да, да. Реально, я могу играть за него. Ну, хорошо, давайте почувствуем себя злодеем хоть раз. Видали? Я был прав. Ты действительно можешь что-то играть за одной, либо за другого. Слушайте, это так непривычно. Мне дико непривычно играть. Давай. Па-па-па-па-па. Па-па-па-па. Вот здорово так. Вот здорово так. Я мразь. Замечательно, ребят. Почувствую себя мразотой во Фрайде и Найт Панке. Это геофренд будет моей. Давай, смотри на её жопу под конец. Я тебе могу сказать лишь одно. Придётся завязать тебе в узел твой конец. Да он и так был в узел завязан. Я с ней ни разу ни того, ни другого, ни третьего. Только брэп-баттлы и сраные. Можешь, в принципе, её забрать. Пошла новачко. Со своими рэп-баттлами. О. А, ну слушайте. Так я проиграл. Я совсем забыл, что надо бы и умереть в этой модификации. Но в итоге я проиграл, и мы посмотрели на его гибель. Ну ладно, я в принципе понял, да. Нет смысла доигрывать, потому что мы прекрасно с вами понимаем, в общем-то, что к чему в этой модификации. И давайте теперь запустим Варало Кассел. Это третий мод. Слишком громко, слишком хорошо. Friday Night Funkin. Поехали. Здесь Girlfriend тоже будет в опасности, ребят. Вы, собственно, видите почему. Посмотрите на этих красавцев. На эти рожи. Посмотрите, пожалуйста. Вы просто взгляните на них, да. Этот мод по-прежнему разрабатывается. Ну понятно. И вы сразу поймёте. Любой, кто с ними столкнётся, он будет в опасности. Иного выхода просто не может быть. Трек с камин-фу. Холлбэй. Ну поехали. На харде. У нас три песни. Green Lab, Escape, Macabre. Чё там? Macabre? Храбр? Не знаю. Я не успел. Не успел особо разобрать. Итак, поехали. В общем-то... У-у-у. Страшный замок. У нас даже катсцены тут есть. Прикольно. Возможно, это будет самый качественный мод из всех. Это место. У меня от него плохое предчувствие. Да. Это место. Где живёт она? Спокойно. Спокойно. У тебя всё под контролем. Мы просто зайдём, победим её, и мы закончим с этим. А почему Гёрфренд такая злая? Это он думает, да? Или ты это вслух говоришь рядом с ней? Спокойно, Гёрфренд. А почему Гёрфренд такая злая? Гёрфренд, ты не подскажешь, почему ты такая злая, Гёрфренд? А почему она так на меня смотрит, как на дебилы сейчас? Привет, маленькие незнакомцы. Меня зовут Гентелеон. А что вас привело? Ворола замок. Би, бабки, ребарик. Ты только что нормально разговаривал? Что ты кривляешь? Не, извини, что? Мы проходили мимо и решили посетить вашу королеву неробу. А, она мне говорила о вас двоих. Мне очень жаль, но я должен вас остановить от того, чтобы вы продвинулись дальше, в глубину замка. Потому что я хороший парень. И я даю вам два выхода из-за этого. Уходите или пойте. Би, баб. Ну, ладненько, давайте посмотрим, кто дольше проживет. Чувак, поверь, он проживет сколько угодно. Бойфренд переживал и не такое. Лемон-демон, его портрет замечательный висит сзади. Видимо, он тут местная знаменитость. Ну-ка, ну-ка, запивай. Мне интересно, что за музыка сейчас будет. Спам есть. Хорошо. Может быть, мы сразу умрем? На всякий случай. Я предлагаю сразу умереть и посмотреть просто на анимацию смерти, гибели. Может быть, она какая-то другая будет здесь. Мы же не знаем. Так. Хренас 2. Хренас 2 она будет другой. Другой она не будет. Она будет точно такой же. Представьте себе. Ну, ладно, ничего страшного. Хорошо. Давайте еще раз. Сейчас я пропущу, значит, катсцену, да? Все реплики. Давай-давай-давай. Быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Господи. Вот, знаете, неподходящее место я выбрал, чтобы умереть. Сейчас одну катсцену пропусти. Потом другую пропусти. И только потом мы начнем вот это вот нытье-вытье. Давай. Начинай выйти. Начинай выйти. Страшный скелет. Поехали. Там сзади. Смотрите, какая у нас винтажный бумбокс. На заднем плане там пластиночка, граммофон. Замечательно. И Girlfriend даже не нужно абсолютно сидеть на бумбоксе, трясущем. Ее жопу. Звуковыми волнами. Она сидит на обычном стуле. Но при этом как-то очень странно расставила руки. Если честно, я не понимаю, что это такое. Ой. О, господи. Вот это я сейчас, конечно, немножко всосал. Так. Ну, в принципе, что я могу сказать? Достаточно подходящая для него песня. Я вот когда видел такого чувака, я так и подумал, что вот примерно такая музыка у него и должна быть. Такая жутковатая немножко. Такая, знаете, навевающая вот эти вот все нотки, вот какие-то несущие в себе атмосферу Дракулы Пенсильвании и чего-нибудь такого, да, древнего замка, который стоит где-нибудь на темном мрачном холме. И какая-нибудь сраная вампирская рожа где-нибудь там в гробу, короче, лежит и слушает рэп из Фраген Эйт Фанкинга, да, в плеере. Ну, а потом, когда наступает ночь, вылезает и начинает всех кусать и кромсать. Ну, это логично, да. Это норма. Это все понятно. Это все адекватно. Это все вполне, что называется, в духе и атмосфере подобных модификаций. У меня только один единственный вопрос. К кому мы пришли и зачем? Кто она? Кто эта королева или кто-то? И какая у нас вообще с ней связь? Вот этого я совершенно не понимаю, нам этого не объяснили. Это понятно, что ее слуги, да? А где эта мадама? Мадама где вообще? Ой. И почему у нее портрет Лимон Демона? Лимон Демон, ты че тут? Ты че тут это самое? Любовник всяких королев нашалил свой этот цитрусовый пеструнчик, порисунул куда-то, да, теперь тебя портретом тут повесили, да? Как бы это? Как бы это самое, типа. Чтобы ты напоминал своим портретом, своим вот этим вот висящим присутствием о себе самом, да? И королевка проходила, ах, какой у меня мужчина, да? Это вот в этом плане. Или же это его какая-то родственница, там, я не знаю, это фамильный портрет, как брата семьи королевских. Я вижу, понимаю, кажется, что вы не полностью еще панки после всего этого. Как насчет того, чтобы поменять все это дело на вальс? С Керрингтон, ты че делаешь? Проиграл ребенку? Нет, мисс, я просто... А, это мисс. Если ты от них не избавишься, я отдам тебя оборотнем. Окей, мисс. Слушай, хватит его так пугать. Кстати, ты мне не можешь указывать, что мне делать. Так, королевское высочество, там, я, правда, не рассмотрел особо что-то, какое-то черное пятно, как будто бы. Ну, не знаю, у меня, может быть, может быть, из-за того, что мне лампы бьют в лицо, я не смог рассмотреть. Ну, по-моему, там что-то бесформенное было непонятно. Ну, да ладно! Вальс! Это вальс такой? Серьезно? Ну, давай начнем вальсировать, может быть. Вау! Вот это мы вальсируем, конечно. Обратите внимание на то, что Геллфренд пока что не в опасности. У Геллфренд пока что все хорошо. Но скоро все это изменится. Так. Ага. Ну, нормально он там затягивает. Ну, слушай, походу тебя отдадут оборотнем. Чувак. Тебе жопа. Обрати внимание, я по очкам тебя дрюкаю только так. Только так, как говорится. И это Биг Мак, да? Которым ты станешь, когда тебя в волкам кинут. Бало-лало-лало-лало-лало. Да-да, да, да, вообще-то. Смотри, ты даже вот быстро стрелочки, короче, начал подавать, а я все равно справляюсь, представляешь себе? Баля-ля-баля. Баля-баля-баля-баля-баля-баля. Будешь вот эту музыку петь, когда тебе будут оборотни, короче, жопу откусывать? Не забудь запевать погромче вот эту мелодию. У тебя хорошо получается. А потом следующим треком, я так понимаю, королева придет, да? Никак, да, прям? Что-то не выживается Так хочется жить, а не выходит Сейчас походу к волкам кинут реально Стараюсь, стараюсь Читаю рэп круче какого-нибудь Оксимирона А при этом все равно Бойфренд все равно ты берет и берет И ничего не поделок, представляешь себе Да Лемон Демон, кстати, можешь у него спросить Я его тоже когда-то побеждал Он тебе расскажет, что это бесполезно, чувак Он тебе расскажет, что, извините Ты же с ним корешь, да, он у вас тут висит Спроси его, он тебе скажет, что с бойфрендом Лучше вообще не связываться Вот, собственно, и все Па-пам 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 Да Феерично Фееричная мелодия, ребят Ну все, сейчас ее величество припрется И получит тоже от нас Тоже от нас получит по щам В музыкальном смысле Ой Походу мы разгневали ее высочество Ее избалованное погадое высочество Да это еще что? А вот, собственно, и гелфренд в опасности Привет, приятель Бип Меня зовут Жестрон Рад встрече Скидом Беребанку Помпа Я Понимаю правильно, если, да? То ты спрашиваешь Что Я делаю? Да, вы правы Ну Теперь это мой новый Додом После Инцидента Я случайно В общем-то Прыгнул Трип Товер Перескочил через Лысберт Деи День рождения Тор Та-та-та После Этого Она отправила меня сюда И Конце Концов Пещеру Где Течет Лава Лава Течет Лаве Вот, если бы текло Было бы лучше, конечно Чего? Здесь лава? Под этим Зданием? Да, к сожалению Так и есть Это место было построено На Неактивном Вулкане Бибубан Говорит, вы что, типа Дебилы, что ли? Нашли, где построить Бибубан Переводится как Новые придурки Хочешь Повеселиться Ребеночек Кипа Ты что, спятил? Он хочет повеселиться Мы едем, короче Навстречу Лаве Гелфренд вот-вот Сгорит заживо Она вон усыкается От страха Ну, чего бы не Повеселиться Перед смертью, да? Это же логично Кстати, у нашего Знакомого робота Трясутся сиськи Почему? Ну, ты охренел, конечно Не, ну это перебор Подождите А как он умрет На этой тележке? Может, он как-то По-другому умрет? Давайте посмотрим Потом Нет, ребята Смерть на тележке Она такая же Как и везде Понимаете? Она Ничего из себя Не представляет Просто тележка Просто смерть Все как обычно Так, сейчас Опять пропуск От сцены Потом пропуск Диалогов Ну, ничего Ладно уже Уже подождем Как говорится Уже, как говорится Подождем Уже пропустим Уже ничего страшного Давай, давай, давай Ииии Вот это морда Напуганный 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 Перепуганный Гольф Райн Так, давай, поехали Блин, каждый раз Если я проиграю То я каждый раз Должен буду Ну ладно Есть спам В принципе Наверное, не проиграем Наверное, можно будет спам Раз воспользоваться Знаете-ка, на кого похож Этот босс Есть такая старая игра На Денди Называется Дабл Драгон Бэтл Тодз Там, короче, есть такой босс Робо Манус Он на пятом уровне По-моему, встречается Если я еще не куплю Вот он на него, короче Похож, у него тоже Такая вот шея вытянутая Да Так А, ну все Тут нормально спамиться Тут спамиться нормально Четко Не, ну ты вообще Робот, конечно, молодец Тебя нормально так Запрограммировали Ты вообще не херовенько Так поешь У тебя стрелочки Летят пипец Быстрее, чем ракеты Илона Маска Куда-нибудь там На Марсе лети По тому мне как Это, это перебор вообще Куда так Куда так хреначить Представляете себе спама Так проклацать У меня кажется Пальцев просто Не способны на такое Так Ага Та-ря-ря-ря-ря-ря Так, ну хорошо Давай еще Показывай, на что ты там Способен Офигеть, я просто не успеваю Я даже знаю, что нужно нажать Но я все равно не успеваю Ой, Геофренд усыкается Да ладно, Геофренд Ты в опасности последний раз Не ссы вообще Вообще не ссы Нормально все будет Сейчас мы тебя спасем Освободим Вон, подружись с скелетом Пообщайся с ним пока Короче, королева Нас решила просто Знаете, как в унитаз Спустить, только в лаву О, пошла лава Зашибись Прекрасно Так, вот сейчас Вот можно просто Проспамить И таким образом Вырывнуться, да Вот это я понимаю Здорово И слугай вот этот Ее костяной Сдохнет скоро Если так дальше пойдет Обидно Обидно Но я надеюсь, что мы сейчас выживем Не очень хочется, чтобы мы в конце В лаву упали Это было бы как-то отстойно Ну фига он там башкой Он прям как металюга Этот робот, понимаете Он просто там Он просто там Дико афлексит вообще Смотрите Смотрите Еее Еее Да Вообще Отжигает пацан Только так Хорошо получается Так Ну все, может нет О, проехали лаву Не ж, надо было бы быть такими дебилами Чтобы на вулкане построить Замок Типа Ну он был неактивный А если он станет активным Ни с того ни с сего Вот был неактивным Был неактивным Потом раз и заактивился Че будете делать? Кушать йогурт активе Или что? Я не понимаю Просто ну Какие планы? Какие планы по утилизации Вот такого вот говна как лава Под ногами Из вашей жизни? Никаких планов Строили походу Реально какие-то За бутылку водки Наняли каких-то бомжей Они им построили замок Вот реально Только они могли распланировать И рассчитать проект строительства На вот таком вот На вот таком вулкане Ну это ж думать надо было Ж думать надо было Скажи мне О чем эта императрица Сраная думала Товарищ робот Ты не расскажешь? Нет Ты тогда был? Когда эти решения принимались Алло Он меня не слышит Он слишком увлечен музыкой Не хочет рассказывать Ну да ладно Так Смотрите Гелфренд куда-то показывает Раньше она не показывала Продолжение следует Блин Вот это Клиффхенгер Как говорится То есть мы так и не узнаем Умрут они не умрут Ну если продолжение следует То наверное не умрут Потому что было бы прикольно Ребята мы выпустили продолжение мода Две секунды А не падав лаву Конец Ну это было бы весело Ну в общем будем надеяться Что все у них будет хорошо И у Гелфренд тоже Но пока что она Черт побери в той еще опасности Вы видели ее напуганные глаза Это ее сегодня подвешивали Ее сегодня хватали за плечо Короче Хватали точнее На плечо клали Жопой вперед Что называется Выставляли Да И собирались унести с собой И теперь еще и здесь И она все время Хранила оптимизм До последнего момента Вот только сейчас У нее было расстроенное лицо Раньше она была довольна В общем-то Будем на этом завершать Будем надеяться Что мы вновь увидим Ее довольную физию Когда-нибудь И все проблемы Обойдут ее стороной А пока что На этом завершаем Если понравилось Лайкайте Комментируйте Подписывайтесь Жмите колокольчик Жмите поделиться Рассказывайте друзьям Про это видео Обязательно включайте Все уведомления Когда прожмете колокольчик И на этом мы Заканчиваем Все Всем счастливо Всем удачи Всем пока